Молодец, покажи Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Сегодня я хочу вам рассказать, как сделать донную снасть пружина для ловли карпа, карася, толстолоба, леща, ну для любой такой рыбы, которая клюет со дна. Итак, для этого нам понадобится любая пружина, можно взять пружину с грузом, можно без груза, такую пружину, вот они такие, разного размера. Можно вот такого плана пружинки взять со свинцом на конце. Самое главное, чтобы пружина была у нас с трубочкой внутри, чтобы сделать ее снасть скользящую. Итак, приступим. Ну, например, будем делать вот для вот этой пружины, с этой пружины снасть. Эти нам пружины уже нам не понадобятся. Итак, нам нужны стопорки. Любые стопорки, какие у вас есть, такие, такие, без разницы. Верх клюшки. Ну и крючки с поводками. Поводки на мононите я повязал сразу, чтобы не занимать ваше время долго. Ну и основная леска. Основную леску сразу возьмем где-то 50 сантиметров. И для начала возьмем сразу вертлюжок. И привяжем к основной леске, к отрезку 50 сантиметров, вертлюжок. Маленький вертлюжочек такой. Можно вязать любым узлом, паломар, клинч. Это кому как нравится. Ну я завяжу обыкновенным клинчем. Естественно, при вязании узлов, все узлы смачиваются. Ненужную леску откусим. Вот и все. Вот вертлюжок к основной леске привязан. Теперь к вертлюжку, к другому концу, нужно привязать крючок с поводком. Поводки можно ставить не только с мононити. Но так же можно делать и с лески. Смотря какую рыбу ловить. Ну вот, поводок привязан. Лишнее мы обкусываем. И вот что у нас получается. Поводок где-то 8, ну можно делать по-разному. От 10 до 3 сантиметров поводок. Получается так. Потом вертлюжок и основная леска 50 сантиметров. Далее мы берем стопорки. И одеваем стопорок на основную леску. Основная леска у нас 0,3. Можно брать 0,35. У кого какая есть. Вот так теперь получается. Крючок, вертлюжок, стопорок. Стопорок нужен, чтобы кормушка будет скользящая. Чтобы кормушка не разбивалась у нас этот узелок. И можно вместо стопорка брать обыкновенную бусинку. После этого мы одеваем на основную леску нашу пружину скользящую. Вот так получается. Итак, крючок, вертлюжок, стопорок или бусинка и пружина. Далее мы одеваем стопорки. На основную леску одеваем стопорок. Леска 0,3. Стопорок туго на ней сидит. Вот, стопорок одет после пружины. Дальше берем вертлюжок. Вместо вертлюжка, у кого нет вертлюжка, можно использовать бусинку. Вот получается так. Стопорок, вертлюжок и обратно одеваем стопорок. Чтобы получилось вот так. Вот у нас получается крючок с поводком, вертлюжок, стопорок или бусинка, чтобы не разбивалась кормушкой. Затем, кормушка, стопорок, вертлюжок и опять стопорок. Далее делаем так же, как здесь. Два стопорка и вертлюжок одеваем. Стопорок одеваем. Опять вертлюжок. На нашей пружине будет три крючка. Можно делать два, крайний и после кормушки. Это кому как понравится. Я пробовал и так, и так. Вот что у нас получилось. Крючок с поводком, вертлюжок, стопорок, пружина. После пружины стопорок, вертлюжок, стопорок и опять стопорок, вертлюжок, стопорок. Теперь мы на конце нашей снасти делаем петельку. Берем радиотехнический кембрик или специальный для рыбалок. Продеваем нашу основную леску в этот кембрик. Вот так получается. Продели. И теперь делаем петельку. Можно сюда, наконец, привязать вертлюжок и цеплять через вертлюжок. Можно через петельку. Это как кому нравится. И делаем здесь петельку. Раз. И два. Вот так. Чтобы потом цеплять за нашу основную леску. Это получается по-простому. Так, конечно, можно поставить и сюда, и большой вертлюжок. Теперь к нашим вертлюжкам нужно привязать поводки с крючками. Привязываем. Можно привязать петля в петлю, сделать на поводке. Можно по-разному их вязать. И второй привязан. Лишнее откусываем. И вот что получается у нас. Поводок с крючком. Вертлюжок, стопорок, чтобы пружина не разбивалась. И два поводка на вертлюжках. Поводки не путаются. Раздвигаем, чтобы крючки друг друга не касались. Немножко надо раздвинуть наши стопорки, чтобы вертлюжок свободно здесь вращался. Он свободно вращается. Не будет он у вас зацепляться. Кормушка у нас получается скользящая. То есть, когда наша снасть падает на дно, рыба подходит питаться к кормушке. И здесь же наши крючки. Допустим, сюда кашу забили, сюда подцепили кукурузу или червяк, или опарыш. И наша рыба подходит, берет крючок и тянет. И у нас что отсюда тянет, что сюда. А кормушка скользящая. И мы малейшую поклевку сразу же видим на сигнализаторе поклевки у нас. Вот такая получается простая и уловистая снасть. И быстро ее можно сделать в домашних условиях. Ну вот такая снасть. Все, всем счастливо. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok